Телекомпания Rai представляет Совместное производство Rai Fiction и Palomar Endemol при участии в бета-филм Режиссер Альберто Негрин Композитор Эниум Риконе Клан Корлеоне Капачи, 1992 год Держи кулаки Если на этот раз мы прижмем его к стенке, клянусь Я брошу курить, веришь мне? Нет Но если получится, то и я брошу Готовься тогда, ведь я уже почти его поймал Джованни Мой друг В фильме снимались Дэвид Коко Стефано Дионизи Марчелло Моцарелло Эмилио Бануччи Федерико де Кола Джузеппо Лаконсоли Рафаэл Лоррея Сиддхарт Апрестинари Массимо Пупелло Бруно Торизи Винсен Триота Гаэтана Бруно Рудольфа Корсата При участии Франко Костеллана Авторы сценария Лаура Тоскана и Франко Маротто Молто, хороший мой Довольно, хватит Иди сюда Да что с тобой сегодня Муто Хорошая, хорошая Продюсер Роберто Леоне Что он делает? Стучит Тогда и правда там кто-то есть? Конечно А кто сказал, что это тот, кого мы ищем? Оператор Энрико Лучиди Да Доктор Грассо Да Кажется, это он Вы уверены? Нет, вы правы Просто по прошествии 43-х лет Желание загнать его в ловушку ослепляет А тут надо хорошо подумать Если сейчас мы ошибемся И он поймет, что мы выманиваем его из норы То слово идет от нас Это большой риск А ваши что говорят? Что ждать тоже рискованно Доктор Грассо Продолжайте Продолжаем 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПРОВЕНЦАНО, ТЫ АРЕСТОВАН 2006 год. Тюрьма «Опера». Бухгалтера схватили. Правда? Да, его нашли. Куда его теперь отправят? Сюда же привезут? Нашли, схватили. КАМЕРА ТОТО РИИНА Теперь у каждого есть своя версия этой истории. Ты знаешь. Ты думаешь, что знаешь, но не знаешь ничего. Как будто бы это имеет значение. Только одно важно. Где мы ошиблись? Предатель. Где? Ведь мы никого не боялись. Корлеоны, 1948 год. Сильные, как и Саки. Уверены, что нам должно принадлежать все, чего у нас нет. Все должно принадлежать ТОТО РИИНА и Бинни Провенцана. Бинни Провенцана. Бинни, выходи. Что от тебя хочет этот РИИНА? Куда пошел? Оставь меня. Иди сюда. Это земля наша. Идите, идите. Ну же, вперед. Поторопитесь. Это земля наша. Остановите телегу. Они приближаются. Собирайте камни. Шевелитесь. Подбирайте все камни. Быстрее, быстрее. Вон. Убирайтесь вон. Да куда же вы прете? Это наше право. ТОТО, слушай меня. Это земля с сегодняшнего дня наша. Наша. Ничего не поделать. Это закон. Какой еще закон? Здесь я издаю законы. Мы займем нашу землю. Займем нашу землю. Ридзотто, иди захватывать землю куда хочешь. У этой земли уже есть хозяин. Я никому не позволю ее отбирать. А кто ты такой, Ридзо? Никто. Да. Корлеоне, палата труда. То, что случилось сегодня утром, свидетельствует об их страхе. Потому-то владельцы знают, что в конце концов мы победим. И не потому, что есть закон, который дает нам это право. Нет. А потому, что это наше священное право. Хорошенько это запомните. Даже полевые это знают. Это известно и докторам. Всему добропорядочному люду. Адвокатам. Образованным. А эти хуже животных. Хуже животных. Но мы-то их хорошо знаем. Знаем их личины. Знаем, где они живут. Они ходят, как ни в чем не бывало. Как будто ничего не происходит. Так давайте скажите им, кто они есть. Микеле, говорите же фамилию. Если мы не сможем даже здесь объявить, кто у нас вынимает кусок хлеба изо рта, ничего не изменится. Но как вы не понимаете? Не понимаете, что нам придется стоять с опущенной головой всю нашу жизнь? Что вы говорите, разучились. Ну тогда я вам скажу. Доктор Микеле Наварра. Гореть тебе в адском пламени. Чтоб ты подолг. Интересно, что ли? Давай-ка займи своими делами. Давай. Выйди на секунду. Надо поговорить. Отдавь его. Ты же его убьешь. Витто, иди сюда. Бини. Кофе готов, он пошел его забрать. Кому? Кулучано. Кулучано? Это все из-за женщин. Что визу, рога начали вылежать наружу? Нет у тебя никакой власти. Ты здесь никто. А землю мы заберем. Я вам ноги переломаю, а я заявлю в полицию. Заявишь? Из-за чего? Из-за рогов на голове. Осторожно. Сейчас упадешь. Ты что делаешь? Пистолет настаешь? Если достал, ты должен меня убить. Давай, стреляй. Стреляй в голову. В голову стреляй. Покажи всем, что мужик. Там, внизу. Давай, давай. На землю все равно заберем. Заберем. Ты покойник. Покойник. Давайте. Эй, что за дела? Профсоюзная гния. Оставьте. Да ты у нас революцию затеял. Мерзкий скандалист. Оставьте меня в покое. Не люди. Ты заткнешься. Проклинаю. Будьте вы прокляты. Помогите. Оставьте. Оставьте. Оставьте меня. Малфии. Не люди. Оставьте меня. Не трогайте меня, уроды. Я ничего не видел. Ничего не видел. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Вы что же думаете, что пожаловали в урочный час? Явиться в это время, чтобы поесть. Бездельники. Лодыри. Мир сошелся. Никакого уважения. Мужланы неотесанные. Виноват, виноват. Твоя правда. Ветутся. Но ведь наш Господь говорил об утешении страждущих. А иначе какие же мы тогда христиане? Дальше я. Вы слишком добры. Хорошо, хорошо. Выкладывай все, не держи в себе. А выздоровление речи нет. Так, дон Микель? Я тебе уже сказал, от этой хвори нет средства. Однако от боли в костях появились новые лекарства. Попробую их тебе доставить в конце недели, хорошо? Заскажи ребятам, они выполнили задание на отлично. И после того, как с лица земли стерта эта гниль, все вернется на круги своя. Вот увидишь. Все остальные хозяева тоже будут довольны. Нет тела, нет свидетелей, нет дела. Как говорится, все чисто. Кое-кто видел, дон Микель. Мы знаем, кто. Нет, остановитесь. Спокойно, тишина. Особенно ты, выстроивший себя на посмешище на площади. И другим скажи. Сейчас не нужно лишнего шума. Ясно? Джузеппе. Джузеппе, куда это ты? Джузеппе. Я ничего не видел. Да куда же ты убегаешь от отца? Я ничего не видел. Ничего не видел. Что с тобой, Господи? Почему ты все время повторяешь? Я ничего не видел. Ничего не видел. Но что ты не видел, Джузеппе? Что? Уже третью ночь твердишь одно и то же. Я ничего не видел. Умолван, что ли, тронулся? Не видел. Придется его показать врачу. Отец говорит, что мальчику приснился сон. И что в этом сне избивали мужчину на горе Рокко Бузамбра, а потом его скинули в расщелину. И вроде как тот мужчина был похож на плачидо Ризотто. И правда, уже три дня как он пропал. Вот его отец. Это профессор Навара. Спасибо, профессор. Очевидное внушение. Инфекция в крови. В остром состоянии провоцирует эти... Бредовые состояния. Эти... Кошмар. Есть одна вещь, которую можно применить в этом случае. Но вы, доктор, лучше меня знаете, о чем речь. Ведь так? Доктор Навара, капитан Далакезе. Добрый день. Чем могу служить? Мне нужно задать вам пару вопросов. Доктор, у вас наверняка найдутся более важные дела. Ступайте. Конечно, профессор. С вашего разрешения, капитан. Прошу вас, присаживайтесь. О чем идет речь, капитан? Капитан. КАПТАНО 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 Поехали. 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 Кто заговорил? Коллуру и Паскуалек решены, люди говорят. Гнусные твари. Но доказательств нет. Нет? Предоставьте улики. А вы докажите. Только трёх. Туфта. Так правда ли он подох, этот мерзкий негодяй? Или сбежал с какой-нибудь красной подстилкой? Если легавые придут, да пусть приходят. Ты был со мной. И ты со мной. А мы с ним. Главное, отпираться. У них ничего на нас нет. Ничего нет. Даже против наших отцов. У капитана Нандала Кьеза ничего на нас нет. Надо, чтобы у него в башне гильза застряла. Тато, нет против власти. Нет. Никогда. Мы делаем своё дело. Тихо, без лишнего звука. Без шума, но все вместе. В этом уговор. Если кто-то станет Иудой, гореть ему в адском пламени. Ему и всему его роду. Клянись, кинусь. Теперь ты, клянись. Клянусь. Мы как пальцы одной руки. А рука — это сейчас Навара. Мы должны на него работать, как если бы он был с нами. А если пальцы на руке делают одно дело, кулак получается сильнее. Ещё сильнее. Что ты хочешь, похоронить. О, что ли? Продолжение следует... Вы что творите? Остановитесь. Вы меня разорили. Разорили. Стреляйте. Стреляйте. Пинни, отгоняй. Что случилось? Отгоняй. Что вы наделали? Сальваторе, любимый мой. Бинни, что с тобой? Больше не могу. Очень устал. Ну, дорогой мой. Жители Полярмо целыми днями мясо едят. И даже больше. Блин. 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 Некоторые уже недовольны. Очень уж цены высокие. Кое-кто даже поговаривает, что вы держите весь рынок Полярмо, и что с профессором Наварре другой выговор был. Выговоры меняются. А если что-то не нравится, пусть и наше мясо не покупают. Однако, если мясо не наше, то ничьё. А теперь, вот как я скажу, лучше отступить, чем сидеть в пустой мясной лавке. Так им и скажите. Нет необходимости. Они знают. Знают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочешь потанцевать со мной, сестра? Зачем спрашиваешь? Зачем спрашиваешь? Зачем спрашиваешь? Нравится? Красотка, правда? Ну ведь правда? Смотрите, кто пришел. Витутсо. Здравствуй. Студент, иди-ка сюда, иди. Как ты, Витутсо? Танцуешь со своей сестрой? Здравствуйте. Ты совсем там заучился? Ну, в общем, да. Скоро приеду проведать тебя в Палермо. Познакомишь меня с какой-нибудь красоткой из местных. Когда захочешь, Витутсо. Бейни. Ну как? Чем занимаешься, красавчик? Похож на господина, да уж. Потанцуешь? С удовольствием. Присядь-ка. Похож на господина. Мой братец на тебя фялился. Ну что ты? Он меня и не замечает вовсе. Замечает. Он тебя обо мне спрашивал? Кое-что. Можно я с твоей сестрой потанцую? Потанцуй. А ты, Бино, что же не танцуешь? Ты такой ловкий. Желания нет. У него голова другим завита. Так, Бини, оденешь, как думаешь. Много их у тебя? Танцуй. Да, спасибо. Спасибо. Очень приятно. Ешь, он вкусный. Говорят, Чиро только что приехал из Палермо. И испек всю эту вкуснятину. Вкусно. Очень. Ты умеешь танцевать? Немного. И я немного. Мне сказали, что ты хочешь учиться. Да. И кем ты хочешь стать? Учительницей. Наши поздравления, ты прекрасный парень. Спасибо, дон Никола. Красавица. Просто красавица. Поздравляю. Вы очень добры. Спасибо. Приветствую. Здравствуйте. Заходите, заходите. У меня подарок. Вы знаете, что это такое? Мясо? Нет. Это моё мясо. Моё. Вы поняли? И это марка моя. А вот эти метки, это вы сюда поставили. Хотя мясо остаётся моим. Даже если тут марка семьи Ирина. Медихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говоришь, мы воры? Я и моя семья, мы воры? Мой отец, который умер от голода? Мой брат, который совсем еще маленький, хотел достать порох из бомбы, чтобы давать денег и купить хлеба. Он умер у меня на глазах. А ты говоришь, мы воры? Да, сеньоры, говорю вам троим. Или четверым, пятерым, сколько вас там еще? С тех пор, как арестовали Дона Микеле, вы тут черти что творите. Но я-то вас не боюсь. Все остальные тоже так думают. У меня был сноварый уговор, и вы его нарушили. И где, я спрашиваю, ваша честь? Что? Передайте Дону Микеле, что это самоуправство пора прекращать. Иначе дружбе конец. Ошибаешься. Потому что ты не за тех нас принимаешь. Ты слышал о Тото, его отце и братье. Твой Пеппа ходил в школу вместе с Бинни? Это тут при чем? Да так, просто болтовня. Ты ведь бросил в школу, Бинни? Бросил. Даже второй класс ведь не кончил. Голодал, рано стал работать. А твой сын тоже бросил? Нет. Он стал геодезистом. Неужели? Вот это да, геодезист. У него отменное здоровье. Впрочем, как у всех, кто всю жизнь хорошо питался. И как у всех, кто покидает мир безо всякой на то причины. Мы транжирить не привыкли. Держи. Это всего лишь мясо. Животное или человек. Когда ты мертв, какая разница? Никола, мы тебе твой кусок сохраним. Так будет правильно. И другим передай. Настало наше время мясо отведать. Только вы поосторожнее. Если отнимете хлеб из траждущих, они вас покусают. А доктор Наварро, он-то знает, что вы тут творите? Ну что случилось, Бинни? Вернулся. Отец вышел. Он должен был рано или поздно вернуться. Мы пойдем с ним поговорим, пока ему не наболтали про нас чепухи всякой. Предупреди Тото, Калоджеро и остальных. Послушай, они уже знают. И правда, он ведь нам не сообщил. Ступай. Почему он нам не сказал? Ты не знаешь, почему он нам не сказал, Бинни? Может, если мы к нему сразу побежим, подумает, что мы волнуемся? Ты волнуешься, Бинни? Немного. Но и зря. Потому что мы к нему придем, когда все закончат раскланиваться. Нам не за что просить прощения. Нас не за что прощать. Вот вы и пришли, дети мои. С возвращением, Дон Микеле. Что же ты даже не обнимешь меня? Тотто, Бинни. Очень рад. Ждал, что вы раньше придете. Спрашивал себя, почему не идут. Может, Лучано злится из-за всех неприятностей, возникших из истории с Ридзотто? Ну, какие неприятности? Они меня допросили, когда труп нашли. Но я же не виновен, все это знают. И капитан Делакьеза меня отпустил? За мной должок. Я всегда помню, что друзей предавать нельзя. Как в Библии говорится. Плод знает свое древо. А я помню, из какого дерева вы появились. Поэтому я не стал слушать эту болтовню. Знаю, что вы много чего сделали. Кто-то про вас говорит хорошо, кто-то жалуется. Но я-то уже сделал свой выбор. Теперь еще кое-что предстоит уладить, но, видно, дела уже идут хорошо. Тот, кто участвовал, получит свою долю. Знаете, пребывание среди чужого тебе люда в разных местах мне помогло осознать, разобраться. Теперь я понимаю, что надо действовать с умом. Потому что, когда замешана политика, лишний шум может навредить. Так или эдак? Так или эдак? Понимаете меня? Кто не с нами, тот против нас. Кто не в нашей команде пропадет? Евангелие от Матфея. Черт побери. Да ты всю Библию наизусть знаешь, Винни. Это то, что крестный отец хотел сказать, когда говорил о плоди и древе. Кто не с нами, тот против нас. Потому что до сих пор думает, что нас можно обвести вокруг пальца. Вы были правы. Все так. Но все еще можно поправить. Я надеюсь. Все. КОНЕЦ Я все это делал для него. Я убивал, грабил. Из-за него меня сажали в тюрьму. Он для меня был как отец. Если друг тебя предает, это трагедия. А если отец родной? Если думаете, что он остановится, вы ошибаетесь. Для всех нет места. Мы ему как бельмо на глазу. Вы мне сейчас должны сказать, на чьей вы стороне. Потому что я и один справлюсь. Ведь я сумасшедший. Сумасшедший. И сумасшедших все боятся. Даже отцы. Так, Бинни? Да, мы могли догадаться. Мы могли сами догадаться. Наплевать ему на размышления. Он хочет лишь повелевать. И если вы думаете, что вы в безопасности, то ошибаетесь. Ведь он знает, что мы словно пальцы на руке. И он разом их всех может срезать. Так что же, на чьем мы берегу? Здесь? Или там? О чем речь? Что, этот палец можно отделить от этого? Я тоже думаю, что это надо сделать. А что потом, когда дело сделано? А потом надо пораскинуть мозгами. Как он нас учил? Надеюсь, что из-за меня вы не потеряете много времени, доктор. Ну что вы, всего пять минут. А то, если бы пришлось ждать автобуса, мой пациент уже успел бы умереть. В нашей профессии нельзя делать прогнозов. Всегда может произойти что-то непредвиденное. А то, если бы я не потеряю вас, я не потеряю вас. Не представляешь, как я рад тебя видеть. Я тоже. Не пытайтесь меня надуть. Вы видели, что тогда вас будет ждать. А теперь черед остальных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА